МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. -"Защита по Ландику". Почему Луганский райсуд оправдал экс-депутата? -"Американские десанты в Украине". Кого и как будут учить и чему будут учиться? -"Это мое законное право держать флаг". -"Суды, задержания и обыски". За что в Крыму судят про украинских активистов? -"Был виновен, стал невиновен". Сватовский райсуд Луганской области оправдал Романа Ландика, бывшего депутата Горсовета. Ландик прославился в июле 2011-го после жестокого избиения девушки в одном из ресторанов Луганска. Вскоре суд признал его виновным. Был приговор. А сегодня стало известно, что приговор уже другое, дело закрыто. Почему о решении суда молчали, как его выносили и как переписывали? Подробнее Екатерина Лысенко. В 2011-м эти кадры шокировали многих. Камера наблюдения в луганском ресторане Бакара зафиксировала, как молодой человек набрасывается на девушку с кулаками, потом хватает ее и тянет по полу. Позже выяснится, девушку зовут Мария Кошинова, а жестоко избивает ее сын, экс-нардек регионала Владимира Ландика Роман. Через полгода Ландик-младший по совместительству депутат Горсовета предстанет перед Фемидой. В январе 2012-го Ленинский райсуд признает его виновным и приговорит к трем годам лишения свободы с отсрочкой на два года. Его отпустят из-под стражи в зале суда, а все эти годы Роман Ландик будет оспаривать судебный вердикт. И вот сегодня стало известно, решение-то уже совсем иное, и другое оно с 4 февраля этого года. Оказывается, Сватовский райсуд Луганской области пересмотрел дело и оправдал Ландика. Теперь считается, что избивал он Марию Кошинову потому, что защищался от графина в руках девушки. Схватил Марию и тащил ее, чтобы передать милиции. Там была угроза жизни. То есть непосредственно человек приготовился к нанесению физического серьезного веща. Когда человек держит в руках стеклянный графин, нацелено в сторону виска, направляет удар неожидающему человеку. Это естественно, что это могло принести самые тяжелейшие последствия. Для Марии Кошинова решение суда, мягко говоря, неожиданность. О заседании ей никто не сказал, хотя она потерпевшая. Я была в шоке, когда узнала о данном решении суда. И сегодня, когда я его прочла, у меня много вопросов возникло к данному суде. Так как достаточно посмотреть видео, чтобы понять, что вообще происходит. На видео прекрасно видно, кто кому применял силу, кто при этом Роман ругается. Решение судей Сватовского райсуда защита Кошинова и намерена обжаловать. Считаем, что данный приговор явно незаконный. Намерены обжаловать данное решение суда. Мы исходим из того, что надлежащим образом Мария не была уведомлена судом о происходящем, в том числе о принятом решении. Впрочем, оправдательный приговор Ландику не окончательный. Сейчас его уже обжаловала местная прокуратура и рассмотрение в апелляционном суде Луганской области еще не началось. Екатерина Лысенко, Александр Пантелеймолов. Подробности телеканал Интер. А вот в Министерстве внутренних дел оказались не осведомлены о решении Сватовского суда. Или, по крайней мере, что-то напутали. Антон Герасченко на своей странице в Фейсбуке написал, что возмущен сегодняшним вердиктом Сватовского суда. Хотя, напомню, решение было принято еще в феврале месяце. А в Шевченковском райсуде Киева сегодня должно было слушаться дело по иску Александра Пивнюка. Это бывший гендиректор государственного концерна радиосвязи и телевидения РРТ. Кабмин уволил его два месяца назад. Чем все закончилось, знает Ирина Романова. В Шевченковский райсуд на полтретьего здесь назначено слушание по делу Александра Пивнюка. Тот считает решение Кабмина о своем увольнении незаконным и требует восстановить его в должности. К назначенному времени к кабинету судьи подтягивается представитель Пивнюка. Сам истец так и не появляется. Эта позиция его личности, он мне не разручил, почему он не появился. На явности его в судовом заседании не обязательно. Зато на заседание пришли работники концерна РРТ. Те, которые в прошлом году провели не один митинг с требованием отставки руководителя. В июле 2014 года начали бить тревогу, когда в их руки попали банковские платежные документы. Когда в разгар боевых действий у нас бесперебойно финансировалась электроэнергия, чтобы бесперебойно работала российская пропаганда. Речь идет о передающих центрах в Луганской и Донецкой областях. Кабмин митингующих в конце концов услышал и отправил в концерт проверяющих. Все установили, нарушения есть и многочисленные. Подтвердился и факт финансирования гендиректором сепаратизма и терроризма. И только когда было открыто шесть уголовных дел, Кабмин Февраля все-таки уволил Пивнюка. Зазначены решения в городе, есть законы. Если есть наказ и распоряжение Кабмина Министерства извольнения генерального директора, мы выполним соответствующие решения. Пивнюк в ответ подал три иска против концерна, Кабмина и профсоюза работников связи. Сотрудники концерна удивлены. Все три дела каким-то странным образом попали к одному судье. Распределение дел между судьями происходит в режиме электронном. Это своеобразная рулетка. Три процесса, которые затеял Пивнюк, все попали к одному и тому же суде. В такие случайности мы не верим. Сотрудников концерна пришел поддержать представитель профсоюза в парламенте Сергей Кабмин. Сделать все, чтобы человек, который, на мою думку, действительно сепаратистом и реально агентом Кремля, и реально работал в системе уряда Арсения Яценюка, пошел из своей посады в тюрьму. Но проходит час, второй, третий, а судей все нет. Он в совещательной комнате. Шесть годин думает. Я думаю, что думает он про инше. Я думаю, как ему известно выйти после пятой часа, пойти домой и просить в путинскую агентуру, чтобы забрали и нашли какого-то ищего судья-агента, чтобы он ввести эту справу. В пять вечера рабочий день в суде закончился. Судья так и не пришел. Когда в следующий раз состоится слушание поиска Пивнюка, пока неизвестно. Ирина Романова, Сергей Коваль, подробности, телеканал Интер. Воскресить один из диктаторских законов от 16 января пытаются в Кабмине. Там хотят, чтобы сим-карты мобильного оператора продавались только при предъявлении паспорта. Тогда все абоненты мобильной связи будут обязаны раскрыть свои персональные данные. Все это якобы в целях борьбы с сепаратизмом и терроризмом. Такой проект разработали в госслужбе спецсвязи по поручению министра культуры Вячеслава Кириленко. Об этом говорится на официальном сайте службы. Правда, какое отношение министра культуры имеет к проблеме мобильной связи, непонятно. Сам он от причастности к нововведению открещивается. А вот что говорят операторы и эксперты. Более 90% людей являются пользователями припейда, то есть являются анонимными абонентами. И для того, чтобы их всех зарегистрировать, то есть это очень огромный, трудоемкий и очень затратный процесс. Трудно представить, как такое можно реализовать. Безумовно, это есть втручание в право на приватность. Введение такого положения або документа не вырешивает кардинальное питание про конкретное использование сим-карт конкретными особами. И, соответственно, террористы, або те, кто пытается это использовать под пильмом, скажем так, в обход закону, Эти сим-карты, конечно, знали способы, чтобы это сделать. В госслужбе спецсвязи свой проект постановления пока тоже не комментируют. Обещается ответить на все вопросы завтра. Будем ждать. Боевики стреляются из тяжелой артиллерии с территории Донецкого аэропорта. В этом сегодня убедилась и наша съемочная группа. Все подробности в материале Ирины Баглай. Справа аэропорт, впереди воинская часть ПВО. Это форпост украинской армии. Перед ним только Спартак. Когда-то дачный поселок, теперь укреп район боевиков группировки Сомали. Противника тут можно увидеть невооруженным взглядом. Самая крайняя позиция, это у нас на точке, расстояние 185 метров. Окопы, это ребята сейчас по коленам в воде там стоят. Слышим это жутко. Не успели мы подъехать, а нас уже приветствуют из-за линии огня. Вышли, вышли, вышли. Территория воинской части вся изрыта воронками. Вместо зданий – руины. Здесь уже 70 дней держит оборону 11-й батальон «Киевская Русь». По сторонам не осмотришься. Внимание под ноги. Идешь как по минному полю. Повсюду не разорвавшиеся гранаты и снаряды. Боеприпасы, видно, противник не жалеет. Вот у сегодняшнего. Сегодняшний автор. Да это свежий сегодняшний автор. А тут воронка. 120-й мина. А вот доказательства. Как с территории аэропорта боевики стреляют из тяжелой артиллерии буквально в километре от линии соприкосновения. Огневые точки устанавливают и в самом Донецке, поближе к мирным людям. Не начали разбивать свои минометы, САУ, танки в жилых порталах Донецка. Это подтвержденные данные. Я говорю как специалист. У нас есть координаты. Мы засекаем эти точки, а ответного огня не ведем. Потому что это просто причинство. Мы знаем, что там мирное население, что там простые люди. По данным разведки, противник накапливает силы и технику. К наступлению и прорывам здесь готовы. Самое горячее место – шахта Бутовка. Эта позиция как кость в горле для боевиков. Перекрывает движение на Авдеевку и на Песке. Они не пройдут сюда. Это невозможно. Даже просто с ихими силами это невозможно. Хотя, сказали, очень много пехоты. Терпеть обстрелы молча – вот что для армейцев тяжелее всего. На Пасху под массированным огнем потеряли здесь пятерых товарищей. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Василий Сачук. Подробности – телеканал Интер. Автор этого материала Ирина Баглай прямо сейчас с нами на связи. И раздравствуй. Расскажи, что ближе к вечеру происходит в Донецкой области. Здравствуйте, Наташа. Как вы видели в сюжете, под обстрелами сегодня целый день были позиции силы АТО под поселком Спартак. В районе аэропорта уже к вечеру была слышна артиллерийская канонада. Снаряды летели из самого города. Кстати, военные снова заговорили о третьей силе. Как только орудия противников замолкают, на линию соприкосновения выезжают неизвестные группы до 15 человек и направляют орудия поочередно в сторону силы АТО, а затем в сторону Донецка. Ночью уже со стороны Донецка были нанесены удары по Авдеевке и Опытному. Причем военные говорят, что в последние дни противник вел огонь и из реактивных установок ГРАД. Обстрелы ведутся чаще всего ночью и после того, как уезжает миссия ОБСЕ. И вот еще один интересный момент. Используя перемирие, боевики заезжают в аэропорт, разрезают металлические конструкции и вывозят их на продажу. У меня все, Наташа. Спасибо, Ира. Ирина Баглай была с нами на связи. И еще один мой коллега Руслан Смещук. Он находится в районе Мариуполя и тоже выходит с нами на связь. Руслан, здравствуй. Что в районе Широкино сегодня? Наталья, ну вот в районе Мариуполя действительно самой горячей точкой остается поселок Широкино. Сегодня оппозиции наших военных там обстреливали 4 раза. При этом боевики использовали запрещенные 120-мм минометы и танки. Танковый обстрел, по информации штаба, там продолжается. Украинские минометчики вынуждены открывать огонь в ответ. В остальных опорных пунктах сектора относительно спокойно. В районе села Павлополь, это зона разграничения. Мы там побывали сегодня, вот так же относительно тихо. Поэтому у военных есть возможность отремонтировать оборонные сооружения и возвести новые. Зима много дала своя. Дожди дают, все осыпается. Все осыпается. Сейчас надо подрыть, подготовиться, мало ли что может быть. Мы поняли, когда тут стояли, что только ямка спасает. Это осколки от различного вида артиллерийского вооружения. То есть от САУ, от минометов. Там где-то валялись еще градовские тоже осколки. Особое внимание уделяют бронетехнике. В последние дни погода здесь будто бы проверяет технику и людей на прочность. Сейчас просто машины стояли 4 дня. Их нужно брать, наверное. Поэтому мы прокатываем. Дождь прошел, и все остальное. Чтобы прям в последних машина ездится. Бывает, и выезжаем на патрулирую. Кроме того, военные обеспечивают безопасность пассажирского сообщения с населенными пунктами, которые находятся в зоне разграничения. Серой зоне, как ее здесь называют. Люди, живущие в Павлополе, ежедневно ездят в Мариуполь на работу. При этом часто подвергаются опасности. Так вот сегодня мы пообщались с мужчиной, который едва не погиб во время очередного такого рейса. В Орловске стояли. Ждали пока немножко в технику. Потом поехали. Поехали по полям. Отсюда не пущили нас. И еще сегодня мы стали свидетелями того, как на крайнем рубеже позиции украинские военные, не боясь попасть под огонь, восстанавливают памятную стеллу воинам Великой Отечественной войны. Солдаты высаживают цветы, таким образом готовятся к 9 мая. Повторюсь, это передовые позиции. Там в любой момент можно погибнуть от пули снайпера. День Победы – это память. Прадед мой умер за эту победу. Многие, кто положили свою жизнь, так как сейчас мы вложим за нашу свободу, так и тогда положили наших прадеда и деда за свободу. Наталья, вот таким мы видели этот день в районе прифронтового Мариуполя. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук был с нами на связи о ситуации в районе Мариуполя, он нам рассказал. Под звуки выстрелов прошли выходные и в оккупированных городах. Давайте послушаем, что еще рассказали жители Донецка и Луганска. У нас сегодня на горизонте по-прежнему продолжает работать тяжелое вселение. Мы все понимаем, что это аэропорт. На выходных в Донецке было три жертвы. Теперь погибших двое раненых. Все жертвы являются женщинами-посохом. Регион наводняется рублями. И рубль активно вытесняет гривни в нашем регионе. В фанте сестеркном стоят пустыне. Меня это совершенно не огорчает, скорее радует. В нашей ситуации лучше, чтобы снегного не было вообще в городе. Слышно, проход выстрелов на территории полигона. В Александровке, это рядом с Луганском, в центре города дворец спорта. Там тренируются, там вроде как сделали специальный тренировочный зал. Просто там крутятся военные поговорки. Явно видно, что российские. Ну и вообще-то, как они сами с их слов, рассказывают, что чуть ли Луганск станет в ближайшее время, если так дальше будет, военной базой или военным городком россиян. На выходных у нас были слышны выстрелы. Я сегодня пошел в магазин, хотел ребенку купить молоко, 3,2% жирности, 38 гривен литр молока. Я сразу думал, что это в рублях, но потом оказалось, что цена в гривне была. Я просто не знаю, как в Донецке мы будем жить дальше. С такими ценами не работает ничего. Ни почта, ни банкоматы, ни магазины. Почти все торговые сети закрылись. Цены на рынках просто фантастические. Опять же, с подконтрольной территорией Украины просто несравнимо. И мы еще вернемся к событиям в зоне АТО. Чуть позже прямое включение Геннадия Вивденко. Он проехался по Луганской области. Узнаем, обстреливают ли боевики позиции наших военных в этом районе сегодня. Премьер-министр Израиля Бегимин Нетаняху решил не ехать в Москву на парад 9 мая. А вот глава Госсовета Кубы Рауль Кастро приедет. Тем временем в Москве избили одного из руководителей Конгресса украинцев России, Виктора Гержова. Кто на него напал и что стала причиной этого конфликта, подробнее Венемин Трубачев. Он в Москве. Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Марков, который бежал в Москву, напал на Виктора Гержова после записи ток-шоу на российском канале ТВЦ. Как рассказал сам Гержов, его начали избивать в комнате для гостей, а потом продолжили на улице, когда он садился в автомобиль. К счастью, травмы оказались несерьезные и медицинская помощь не понадобилась. Причиной конфликта стал разный взгляд на трагические события в Одессе 2 мая прошлого года. Я сказал, что в этом конфликте антимайдановцы, куликовцы в Одессе были инициаторами этого конфликта. Они первые начали там и стрелять в том числе. Был убит парень. Куда вас били? Ну, он мне вот лицо ударил, губы разбил. Вот, я там его как-то сдачи дал. Стоит отметить, что Виктор Гержов журналист и политолог, довольно известный человек в экспертных кругах. Также он ответственный секретарь Конгресса украинцев России. Гержов один из немногих в Москве, кто пытается донести до телезрителей объективную информацию о происходящем в Украине, в том числе и о войне на Натбассе. Сделать, чтобы закончить войну. Катя, скажу, все зависит от одного человека, от Путина. Украинцы не хотят войне. В то же время разгорается другой международный скандал. Вице-премьер Дмитрий Рогозин слетал в Шпицберген, это территория Норвегии. Работать на архипелаге могут ученые из разных стран. При пересечении границы документы не требуются, все бы ничего, но в отношении Рогозина действуют санкции из-за разжигания войны в Украине. Чиновник не имеет права посещать эту страну. Норвежский МИД потребовал объяснения и вызвал посла. В ответ МИД России назвал такую реакцию абсурдом, а Рогозин шутливо написал у себя в Твиттере. После драки кулаками не машут. Миниамин Трубачев и Олег Неведомский. Подробности. Телеканал Интер. Москва. Суды, задержания и обыски. Такие новости снова приходят из Крыма. Как на полуострове обходятся с проукраинскими активистами? Обо всем подробнее. Юлия Кричкова. Представителя контактной группы по правам человека в Ялтинском регионе и мира усеяно-куку задержали утром по дороге на работу. Потом был обыск в доме правозащитника в Ялте. Его близким силовики сообщили, расследует уголовное дело, открытое против куку по статье «Возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства». Правда, за какие именно действия – ни слова. Изъяли телефоны, два ноутбука и семь книг религиозного содержания. Хотя ни одна из них не внесена в список запрещенной в России литературы. Сегодня же внимание прессы было приковано к еще двум событиям. Верховный суд Крыма рассмотрел апелляцию участника Шевченковского митинга. Вильдар Шукурджиев добивался отмены наказания, которое назначил железнодорожный райсуд. За то, что активист пришел на акцию в честь 201-й годовщины со дня рождения Кобзаря, запрещенной на полуострове символикой – украинским флагом. Однако Верховный суд всего лишь изменил наказание. Вместо 40 часов принудительных общественных работ штраф 10 тысяч рублей. Я не согласен с решением суда однозначно. Буду искать справедливости. Возможно, в других судах, в более высоких, чем в Крыму. Для меня решение суда только одно – это прекращение любых преследований и извинения передо мной. Ну, извинения, признание того, что это мое законное право – держать флаг. Второй судебный процесс в Киевском райсуде Симферополя. По евромайдановцу Александру Костенко. Его обвиняют в нападении на крымских беркутовцев в центре Киева в феврале прошлого года. Костенко якобы бросил камень в одного из бойцов и травмировал ему плечо. Обвинитель в деле – лично прокурор Крыма Наталья Поклонская. Отвод ей и всему составу суда. Из-за предвзятости к обвиняемому с самого начала заседания заявил адвокат подсудимого. Судья отказал. Было еще несколько ходатайств проверить заявление Костенко о пытках и давлении в СИЗО и проведении следственного эксперимента, как Костенко бросал камень в закрытого щитом беркутовца. На все тоже отказ. Доказательств по данному уголовному делу нет вообще. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на сегодняшний день, даже не на сегодняшний день, а по состоянию на день подачи заявления, у Палиенко ВВ потерпевшего не было абсолютно никаких повреждений на теле. Камень, как мне пояснил следователь, так и остался на Майдане. Вот. Сейчас найти его не представляется возможным. Сейчас это модно. Вот в Украине говорит политическое, политическое. У нас есть оружие, которое было обнаружено непосредственно по месту жительства нашего подсудимого. Сам потерпевший в зал суда не явился. Из-за этого заседание перенесено на завтра. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский. Подробности телеканал Интеркрым. Наконец-то, о чем столько времени лгали российские СМИ, частично стало правдой в Украине американские десантники. Где они сейчас, зачем приехали, чем займутся. Инна Белецкая подробнее. Порывистый ветер развивает украинские и американские флаги. В одной ширинке десантники США и украинские нацгвардейцы. Впереди у этих ребят два месяца совместных тренировок. Подобрали непосредственно тех людей, которые принимали участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской области. Планируется обучение в составе взвода, в составе роты. И потом уже финишная прямая, это непосредственно участие всего батальона. Мы будем обучать всем индивидуальным солдатским навыкам, медицинским знаниям, всему, в чем нуждается национальная гвардия. Президент Украины запаздывает, пока ждут Порошенко на украинской земле. Американских десантников приветствует посол США в Украине Джеффри Пайет. Это прекрасная страна. Здесь живут чудесные люди, патриоты. Среди десантников из 173-й воздушно-десантной бригады США много тех, на чьей форме ошибки с украинскими фамилиями. Это выходцы из Украины. Антон уехал из Львова 16 лет назад. Он сержант-логист. Мы только встыгла заняться физкультурой и сегодня с ранку. Зрозумела. Ну а, то есть про войну на сходе вы не говорили? Еще не было часа погружать. И вот появляется президент. Под проливным дождем и сильным ветром Петр Порошенко открывает учение. Дорогие наши американские друзья и партнеры, добро пожаловать в Украину. Американцы приехали не с пустыми руками. Назгвардейцам передадут форму, бронежилеты, каски, баллистические очки, спальники, приборы ночного видения, средства связи. Эти учения и помощь США – доказательства коренных изменений в украинской армии, заявляет президент. Такая международная сотрудничество позволит нам эффективно выполнять задачи, которые сейчас стоят перед Украиной. Мы начинаем не крок про перелом в войне, а мы начинаем наши эффективные действия, установленные, закрепленные и стабилизации мира. Прямо на полигоне президент отправляется в столовую. Есть то, что и участники учений. Гости, кстати, украинской кухни довольны. Президент улетает с Ялревского полигона на вертолете. А насгвардейцы и американские десантники расходятся по казармам. Впереди два месяца учений в пять этапов. И руководство страны уверяет, Украина получит сильных инструкторов в военном деле. Закончится учение в середине ноября. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности – телеканал «Интер», Львовская область. Расследование расстрелов на Майдане, убийство экстрадепа Калашникова и журналиста Бузины – это то, чем следовало бы заняться украинским властям. Об этом сегодня говорил президент парламентской ассамблеи Совета Европы Анбрасер, открывая весеннюю сессию. Она продлится до 24 апреля, а в среду будет украинский день. Обсудят ситуацию на востоке Украины. Россия в организации «Право голоса не имеет» из-за аннексии Крыма. Бюро ассамблеи рекомендовало перенести обсуждение полномочий россиян на июнь. Трехсторонняя встреча Украина, Россия и ЕС проходит в Брюсселе. Тема соглашения об ассоциации Киева и Евросоюза. Спустя год Москва наконец определилась со списком претензий к документам. В Брюсселе надеются, что переговоры уже в мае выйдут на новый уровень. Мы надеемся, что переговоры очень скоро перейдут на политический уровень. Их цель – достичь решения по поводу обеспокоенности российской стороны в части имплементации всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Говорили об Украине и Вашингтоне. На весеннюю сессию МВФ приехали тяжеловесы от украинского экономического блока правительства. Министры встречались с американскими представителями деловых кругов и правительственных структур. В фонде говорили, что с Украиной можно и нужно иметь дело. Пока в МВФ довольны тем, как условия получения кредита выполняются украинскими властями. Но есть моменты, которые совершенно не устраивают западных коллег. Очень сильно жалуются на наше антимонопольное законодательство. В первом полугодии мы обязуемся назначить новую главу и целый состав антимонопольного комитета. Во втором полугодии мы собираемся, обязуемся поменять законодательство. О своих планах развития страны сегодня рассказали министры оппозиционного кабмина на заседании в Харькове. В ближайшее время оппозиционеры планируют представить в Верховной Раде три законопроекта. Об отмене налогов на депозиты, создании дорожного фонда и возврате долгов Сбербанка СССР за счет приватизации крупных предприятий. И вот как оппозиционеры комментируют действия властей. Реформы не делаются. Это уже не реформа. Почему это вопрос к власти? Я думаю, что выборы местные советы покажут реальный рейтинг доверия к власти и реальную, как говорится, ситуацию в стране. Оценку деятельности общества. Законы должны приниматься за 100 дней. И об одном из самых нашумевших решений кабмина. Обоснованы ли тарифы? И если обоснованы, то на сколько? Этот вопрос теперь изучает рабочая группа парламента. Сегодня заседали первый раз. До 7 мая нардепы должны выяснить, почему коммуналка стала такой дорогой. В рабочей группе считают, что цены завышены. Чтобы все проверить, ждут документы, в том числе и от кабинета министров. Так, сегодня, на жаль, представники уряда в Верховной Раде затягивают работу цієї робочої группы, затягивают надение запитов, максимально уповильняют эту работу, но у них эти трюки не пройдут. Наша мета, враховывая, что люди уже сегодня должны эти тарифы платить, до 7 травня вкластися в эти термины и дать обгрутованный звит. И вы смотрите подробности, и вот, что у нас буквально через несколько секунд. Ставки, дежурства и спекуляции. Как британцы ждут пополнения в королевской семье? 10 миллионов долларов ежемесячно. Кто и за что предлагал взятку заместителю генерального прокурора? Вай-фай, бар и бильярд. Как выглядит современная жизнь Робинзона Круза? Зверское убийство участкового инспектора во Львовской области. Кто и почему напал на милиционера? Подробнее наши корреспонденты. Все произошло здесь, возле местного бара в селе Лопатин. Один из жителей позвонил участковому и сообщил, что между посетителями возник конфликт. Андрей Думанский приехал и увидел, как пьяный местный житель ударил пожилого мужчину. Милиционер сделал замечание. В ответ получил удар по голове металлической трубой. Встратил на певный час сведомость. Когда уже пришел до сведомости, уже на тот момент был привязан ланцюгом до сиялки. Метров 300 телега волокла Андрея без сознания. В какой-то момент он начнулся и начал кричать. Но кони продолжали тянуть телегу, а следом и милиционера. Владимир ехал по той же дороге. На теле погибшего, говорят родные, не было живого места. Кости поломаны, голова разбита. Он ударил ворчиком от возраста. Вот там такие металлические, которые цепляют коней. И уже далее уйдут червью мертвую. Подозреваемый 50-летний местный фермер. Его задержали. Во время допроса он вел себя вызывающе. Тем, что произошло в селе шокированный, говорят, фермер часто бил жену и детей. Но такая жестокость, это уж слишком. Андрея Думанского похоронили в родном селе. Местные жители и коллеги в один голос твердят, он был лучшим участковым. Мы были, можно сказать, плечом, 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 плечом. Это была прекрасная людина. В любую минуту он мог прийти на помощь. Выконал все свои обязательства. Все. Он защитил людину даже тем, что он пожертвовал своим жизнью. Сегодня по решению суда подозреваемого взяли под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Елена Митясова, Виктория Болицкая, Михаил Заярнюк. Подробности телеканал Интер. Львовская область. Полиция на смену милицейской ППС. Набор в новую структуру стартовал сегодня в Одессе и Львове. Кто хочет туда попасть и как отбирают кандидатов, расскажет Андрей Анастасов. В Одесском университете МВД нет ажиотажа, но и на количество желающих стать полицейскими здесь не жалуются. Только за три часа работы комиссии около 100 кандидатов. Критерии просты. Возраст от 21 года до 35 лет. Среднее образование. Служба в армии не обязательно. Это несудимость, наявность водительского посвящения, посвящение водителя. Ну и желание работать в новой полиции. Желание служить в полиции сами кандидаты объясняют примерно одинаково. Статусная обновленная структура, отсутствие коррупции и зарплата. Примерно в два-три раза выше, чем у нынешних ППСников. Вот восьми тысяч или где-то в этом районе уже что-то, кажется, там интересное. После принятия анкет проверят интеллектуальные способности участников конкурса, физическую подготовку и состояние здоровья. На миллионную Одессу планируют набрать тысячи человек. В новую структуру записываются как действующие сотрудники правоохранительных органов, так и представители других профессий. Есть и совершенно уникальные случаи. Так полицейским решила стать воспитательница группы продленного дня. Сейчас она как раз проводит занятия в этой школе. Привычная. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Женщина планирует сменить на строгая. Предъявите, пожалуйста, ваши документы. Пройдемте с вами в отделение. Елена Наперковская получила не только педагогическое образование. Есть и диплом милицейского университета. Узнав о наборе в полицию, твердо решила, пора сбыться мечте. Маленькие детки это, конечно, чудо. А в полиции это тоже самая структура, только люди чуть взрослее. Я постараюсь и строго, но самое главное справедливо. Набор патрульную службу нового образца стартовал сегодня и во Львове. Здесь проект представил министр внутренних дел. Сразу сказал, тот, кто не пройдет отбор, пусть не огорчается. У нас, кроме реформированной патрульной службы ИГАИ, будут еще реформированные службы участковых. Будет криминальная милиция, будет экспертная служба. У нас есть еще очень много работ. Конкурс продлится три недели. Заявки можно не только приносить лично, но и отправить в электронном виде. Сама же служба должна заработать через несколько месяцев. Андрей Анастасов, Юрий Голубенко, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Ну и о других кандидатах. На более высокий пост, здесь очередь поменьше, но тоже внушительная. На пост главы государственной фискальной службы претендуют 67 человек. Впервые выбирают на конкурсной основе. Свои заявки подали нардепы и сотрудники ведомства. В списке есть и племянник бывшего президента Украины Ярослав Ющенко. В 2005-2006 годах он работал замглавы Хайковской обл. администрации. Минфин уверяет, что все прозрачно. Кандидатов на должность главного налоговика искали по объявлению. А вот что говорят сами кандидаты. На самом деле все не совсем прозро, потому что сначала мы подали документы. И, кажется, первый этап должен быть переверка документов. Следующий этап мы уже проходили, мы ходили на співбесаду. Я не знаю кінцевой точки, как будет это отбываться. Если бы это был прозорий конкурс, або, возможно, теледебати на выходе, то я бы свою позицию обстоял. Определиться Кабмин должен до конца месяца. Напомню, в марте премьер со скандалом уволил главу ведомства Игоря Белоуса и его замов за коррупционные схемы. 10 миллионов долларов ежемесячного содержания. Кто хотел обеспечить безбедную жизнь замгенпрокурору Давиду Сакверлидзе и за какие услуги? О том, что предлагали взятку, и он отказался. Сакверлидзе рассказал одному из украинских изданий. Вот только имен меценатов не озвучил. Назвать фамилию коррупционера потребовали от замгенпрокурора народные депутаты. Человек, который не доносит госслужащие о том, что ему предлагали взятку, является соучастником преступления. Поэтому я все же надеюсь, что уважаемый наш замгенерального произведет арест необходимый. Покажет людям, кто это такой человек, что 10 миллионов сегодня собирается ему месяц платить. Иначе это можно подумать, что это либо самопиар, либо объявление таксы. Что вот мне это мало или это много. Мы созвонились замгенпрокурора, но получить комментарий не удалось. Все через пресс-службу, сказал Сакверлидзе. Мы направили запрос, но за целый день ответа так и не дождались. Боремся с коррупцией. В Кировоградской области благополучно вернулся на рабочее место председатель Александровского поселкового совета, которого поймали на взятке. Как это стало возможно, разбиралась Елена Брынза. Председателя Александровского поселкового совета поймали на горячем два месяца назад. Василий Захаров требовал взятку всего 12 тысяч гривен за разрешение на установку Ларька. Чуть позже суд его отпустил под залог 80 тысяч гривен. Сегодня мы встретили чиновника на коробке поселкового совета. Говорит, он на больничном, а история со взяткой вообще выдумка. Не было такого, все сейчас разбираются, там суд, все еще в процессе разработки. А вы можете еще запомниться? Приемные поселкового совета нам подтвердили. Председатель на работу вышел. Вот уже как три дня. Он вышел на работу, работает, вышел. Захаров на работе, потому что нет бумаги от правоохранителей. Если бы такая пришла, депутаты собрались бы на сессию и приняли решение. Пенсионер Василий Дудник лично столкнулся с Захаровым. Рассказывает, председатель требует от льготников деньги за место на кладбище. Женка мне сказала на кладбище. Это люди, раз я знаю, из тебя 600 гривен. Сейчас я сказал, надо сумку, палку хорошей колбасы, сыра и воды. Свои претензии у Юрия Хоменко. Он местный предприниматель. Показывает участок, где хотел построить магазин. Все документы получил, а вот взятку давать отказался. Не успел заложить фундамент, как буквально перед носом вырос ларек. Тебе еще платят позже. Заказывает судей, вы видите, как наделили себе, так наделили. Во властной прокуратуре показывают послужной список Захарова. Ранее был судим за изнасилование, превышение служебных полномочий и присвоение госсредств. Теперь ему инкриминируют получение взятки и подделку документов. Его четыре автомобиля под арестом. А вот свой пост чиновник занимает вполне законно. Суд не продлил срок отстранения от должности. Мы не полягаем на том, что он сам из Коевца и злочин, и направляем его в виновальный акт до суда. А уже судовый разгляд справы, то это уже, ну, справа суда. Я бы разглядать эти справы. Дело Захарова рассматривает Ленинский райсуд Кировограда. Его ведет судья Лукьянова, которая переехала сюда из Авдеевки Донецкой области. На последнем заседании адвокаты Захарова попросили перенести рассмотрение в Александровку. Так сказать, поближе к дому обвиняемого. Судья просьбу согласилась рассмотреть. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кировоградская область. И вернемся к ситуации на востоке Украины. Геннадий Вивденко с нами на связи. Гена, здравствуй. Ты сегодня был в Луганской области. Что ты видел? Какие новости? Наталья, в Луганской области ситуацию можно назвать боевой тишиной. Была попытка прохода диверсионной группы в районе Новотошковки. Однако, как только боевики поняли, что их обнаружили, тут же отступили. Пока противник в основном старается изучить украинские позиции с помощью беспилотников. Где-то за ночь примерно 3-4 факта пролетуны нашими позициями. В принципе, где-то какие-то кратковременные обстрелы и стрелкового оружия. Ну, так, в принципе, артиллерия молчит пока. Ну и пока артиллерия молчит, бомбоубежище в районе блокпоста Ворота, одно из ближайших позиций боевиков возле города Счастье, используется не по прямому назначению, можно так сказать. Бомбоубежище стало известно благодаря тому, что один из художников-волонтеров расписал его стены картинами в национальных мотивах. Вместе с тем, на оппозициях нам сообщили, что противник группирует артиллерию южнее Луганска. В районе города были замечены около 50 грузовиков с военным снаряжением, а также колонна бронетехники, прибывшая со стороны российской границы. Ну, с той стороны слышно, что там гуманитарная катастрофа, можно сказать, назаревает. А завозят оружие, вооружение, технику. Ну, к чему-то готовятся. Боевая тишина, между тем, не дает забыть, что военные действия на этом участке фронта все же ведутся. В районе поселка Красная Таловка на фугасе подорвался автомобиль с пограничниками. Дорога была знакома, и, судя по всему, мина была заложена диверсантами недавно. Двое бойцов получили ранения. Наталья. Спасибо, Геннадий Вивденко, о боевой тишине в Луганской области. Тем временем в Украине хотят создать силы специальных операций. Концепцию этой новой для нас, как хорошо известной на Западе, военной структуры презентовали. Сегодня что такое силы спецопераций и чем они должны заниматься, разбирался Максим Кошелев. Проект создания сил спецопераций украинские эксперты разрабатывали с учетом опыта тех стран, где такие военные структуры существуют не первые десятилетия. Прежде всего США и Великобритания. ССО – это не крутой спецназ. Многие путают задачи сил спецопераций, например, ВДВ или сил быстрого реагирования. Но они принципиально разные. Силы швидкого реагирования – это та часть военной силы, которая пребывает в постоянной боевой готовности и готова высунуться на загрозные направления и выполнять боевые задачи. Силы специальных операций – это те силы, которые действуют развитие в оперативном тиле противника, которые действуют диверсийные действия в тиле противника, которые организуют в тиле противника партизанский и повстанский рух. Конечно, спецназовцы могут быть частью ССО, но главное – это информационно-психологический аспект и диверсионно-разведывательная деятельность. Их задача – максимально подорвать и деморализовать противника, расположить к себе местное население. Особенно актуально это сейчас. Завдание ССО специальных операций – это не только силовые действия, а безусловая борьба за сердцем и разумом местного населения, которые есть в зоне АТО. По задумке разработчиков, командование ССО станет подчиняться ни Генштабу, ни МВД, ни СБО, напрямую Минобороны и Президенту, как в большинстве стран. Но объединять будет специалистов всех родов войск. Их численность не должна быть большой. Для работы в глубоком тилу нужно не количество, а качество специалистов. Подготовка и оснащение таких спецов – удовольствие не дешевое. ССО специальных операций – это небольшая количество очень дорогих специалистов, которые способны организовывать величезные массы людей. Чтобы было понятно, 25% оборонного бюджета в Великобритании идет на поддержку небольших сил специальных операций этой страны. Если концепцию одобрит верховный главком Петр Порошенко и утвердит парламент, то обучать будущих украинских ССОшников уже готовы инструкторы из США и Великобритании. Финансирование пока не прописано, но частные украинские компании уже готовы оплатить создание современного учебного центра. Максим Кошелев, Вадим Сферидонов, Виталий Коваленко. Подробности – телеканал «Интер». В Эфиопии трехдневный траур. Накануне боевики исламского государства распространили видеозапись расправы над несколькими десятками пленных, захваченных в Ливии. Часть людей расстреляли, часть обезглавили. Жертвами сторонников радикальной группировки стали около 30 эфиопских христиан. Террористы на видеозаписи утверждают, что одну группу эфиопов они захватили на востоке Ливии, другую – на юге этой страны. Эфиопские власти допускают, что погибшие, скорее всего, были мигрантами, которые пытались через Ливию добраться до Европы. Ну а Европа шокирована гибелью мигрантов в Средиземном море. По уточненным данным, 900 нелегалов из Северной Африки могли стать жертвами крушения судна в ночь на воскресенье. Спасти удалось всего 28 человек. На месте трагедии, а это в 200 километрах от итальянского острова Лампедуза, продолжаются поиски. Тем временем поступают новости еще об одном ЧП. В Средиземном море терпит бедствие судна, на борту которого более 300 мигрантов. Премьер Италии назвал происходящее убийством, о котором европейцы предпочитают не задумываться, и призвал созвать экстренный саммит ЕС. Наших братьев и сестер, которые умирают в Средиземном море, не спасти, только контролируя суда. Их можно уберечь от гибели, если не дать кораблям отчалить, не оставлять людей в руках преступников, каковыми являются перевозчики. Дом для Робинзона в Англии, почем нынче уединение, робот с человеческим лицом в Гонконге и скоростное поглощение пива от премьера Австралии. Об этом и не только в нашем обзоре. Австралийский премьер Тони Эббота сушил бокал пива за 7 секунд, причем публично. На выходных политик отдыхал в одном из баров Сиднея. Там и выпил пинту, чуть больше пол-литра хмельного напитка. В баре Эббота заметил тренер местного регбийного клуба. Он и попросил премьера опрокинуть бокал за компанию. Политик не отказался. Утром в Новой Зеландии на церемонии чествования памяти погибших австралийских и новозеландских воинов Эббот был в форме, отметили журналисты. В американском городке Ки-Уэст, штата Флорида, состоялся забег на каблуках. Традиционно забаву проводят ко дню псевдонезависимости города. В 1982 году жители Ки-Уэста создали республику Конг, провозгласили независимость и даже в шутку объявили войну США. Это произошло после того, как власти установили в Ки-Уэсте блокпост для борьбы с нелегалами и наркотрафиком. Из-за него город на долгие годы парализовали пробки. До сих пор республика Конг – государство виртуальное. Серьез выходить из состава США никто не хочет. Польских байкеров благословило католическое духовенство. 30 тысяч мотофанатов собрались у стен монастыря Ясна Гура, основанного в 14 веке в городе Ченстохова. Там и состоялась церемония. В Польше открылся байкерский сезон. Это означает, что очень скоро трассы заполонят мотоциклисты. Священники попросили Бога защитить байкеров и уберечь их на дорогах. Дом для Робинзона Круза сдается в Великобритании. Апартаменты расположены в Грастей Корнуолл на Крошечном острове. С материком он соединен подвесным мостом на высоте 30 метров. Дом окружен водой и полностью изолирован от цивилизации. Внутри бунгало шикарное убранство. Есть Wi-Fi, бар и бильярд. Правда, уединение нынче стоит недешево. Провести неделю на безлюдном острове можно за 4000 евро. Модель киборга, который имитирует человеческие эмоции, представили на выставке робототехники в Гонконге. Робот Хан может улыбаться, хмуриться, подмигивать и даже притворяться пьяным. Все это за счет микродвигателей, вмонтированных в голову. К тому же Хан способен поддерживать разговор и отвечать на простые вопросы собеседника. Голова робота обтянута материалом, очень похожим на человеческую кожу. Он сделан из специального упругого полимера. Для Хана планируют создать пару. Робота-девушку назовут Евой. Принц или принцесса? Англичане гадают и ждут пополнения в монарши семьи уже к концу этой недели. Светлана Чернецкая. А пажиотаж вокруг второго ребенка принца Вильяма и герцогини Кейт. В Великобританию опять охватила лихорадка. Чем ближе дата рода в герцогини Кейт, тем больше спекуляций вокруг еще не появившегося на свет младенца. Британцы вовсю делают ставки на имя и пол ребенка. Их интересует все. Предоставит ли частный госпиталь Сент-Мэри скидку? Ведь герцогиня будет здесь рожать второй раз. Если запасные варианты, вдруг роды будут стремительными и до центра Лондона пара не успеет доехать. Кстати, скидка будет 10% и сразу два запасных роддома приведены в полную боевую готовность. Один поблизости родительского дома герцогини в Баклбаре, а второй в Норфолке, недалеко от летней резиденции молодой семьи Анмер Холл. Очевидно, Кейт еще не определилась, где проведет последнюю неделю беременности. Ажиотаж вокруг рождения второго ребенка, конечно же, огромный. Но его все равно не сравнить с тем, что было полтора года назад перед рождением Джорджа. Тогда круглосуточное дежурство журналистов со всего мира под роддомом началось за месяц до установленной врачами даты. Телевизионщики то изнывали от жары, то мокли под дождем. И все, чтобы не пропустить новость, началось. Теперь же за неделю до появления младенца здесь всего несколько новостейных групп. И только изредка засветиться перед камерами появляются самые преданные фанаты королевской семьи. Мы с нетерпением ждем рождения ребенка. Главное, чтобы он был здоровым. Но я бы предпочел, чтобы это была девочка, сестричка Джорджу. И чтобы назвали ее Диана. Я вообще-то всегда был фанатом Леди Ди, а сейчас ее детей. Шансы стать монархом у второго ребенка ничтожно малы. Его ждет судьба принца Гарри, как только прокололся сразу на первые полосы желтой прессы. С другой стороны, в стране хорошо помнят волну критики после рождения малыша Джорджа. Мол, зачем столько внимания обыденному событию? Ежесекундно на свет появляются дети. Но в любом случае принца Уильяма и его жену здесь обожают. И каждое появление на публике маленького Джорджа – целое событие. Так что рождение у молодой семьи еще одного отпрыска здесь однозначно тема номер один. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В подробности UA это наш сайт, информация там обновляется постоянно, но и сразу после нашего эфира. На интере премьера многосерийной картины «Ленинград-46», в которой впервые открываются ранее не озвученные пласты истории послевоенного Ленинграда. Но и все это, конечно, на фоне большой любви. Я с вами прощаюсь до завтра, хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok